Синтниченко Иван Федорович, когда началась война, мне еще не хватало лет для призыва в действующую армию, но я не хотел отставать от других мужчин и пошел учиться в артиллерийское училище. Когда немцы вступили на нашу донскую землю, и мы, курсанты, участвовали в обороне Донбасса, в одном из боев мы артиллерийским огнем несколько часов отражали активные атаки немцев, одну за другой. Нас осталось в Корска, 20 человек, боеприпасов в ноль, немцы были уже на расстоянии броска гранаты. Завязался тяжелый бой, переходящий в рукопашки. Вдруг орудийный выстрел, совсем рядом, от ударной волны я потерял сознание. Сколько так прилежал, не знаю. Когда очнулся, почувствовал, что закован в земляной мешок. Сначала звал товарищей, но в ответ тишина, жить очень хотелось. И я стал пытаться поворачиваться сбоку на бок, но грунт только уплотнялся. Тогда пытался сжимать и разжимать мышцы, и в какой-то момент почувствовал, что земля поддается. Прошло несколько часов, прежде чем достал я левую руку, которая стала разгребать землю. Выбрался с трудом, правая рука не работала. В голове шумело, долго не мог понять, в какой стороне свои. Передвигался с трудом и с опаской, короткими перебежками. Добрался, меня госпитализировали. Это было мое первое военное испытание. А дальше всю войну на фронте. Редактор субтитров А.Семкин